Тактико-технические требования к пехотному танку А-12 появились в 1937 году. Пехотный танк должен был быть хорошо бронированным и двигаться примерно со скоростью пехоты. Скоростными были крейсерские танки. Толщина брони «Матильды» доходила до неслыханных в те времена 78 мм. Даже самая тонкая броня была толщиной в 20 мм. Крепче, чем на любом крейсерском танке. Например, когда в 1940-м в битве при Аресе сошлись 7-й Королевский танковый корпус и 7-я танковая дивизия Роммеля, оказалось, что немецкие пушки калибра 37 мм были не особенно эффективны против «Матильды». Подбить «Матильду» оказались способны лишь артиллерийские орудия, самолёты Ю-87 штука и 88-мм зенитные орудия. Чтобы пробить броню, нужно было целиться в борт. Но так как танк довольно небольшой, попасть в него было сложно. Есть пробитие. Бующиницы повреждены. Шанс разрыва уerst. Попадание. Пробил. Пробил. Есть пробитие. Есть пробитие. 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 Ученица сбита. Стряжение невозможно. Есть пробитие. Ученица восстановлена. Можно ехать. Пробил. Пробитие. Готов. Пробитие.